Водные аттракционы и прокат гидроциклов, прибыльный бизнес в разгар сезона. Курортные города страдают от наплыва нелегалов, а НАПО, к сожалению, не исключение. Министр гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, региональной безопасности Краснодарского края Борис Гребов требует применять к нарушителям самые жесткие меры. Замечания совершенно справедливые и принимаются мною. Я в ближайшее время соберу межведомственную комиссию и проверю, как выполнялись мероприятия, о которых сегодня к нам, я понимаю, замечаний очень много. Но хочу сказать, что с начала сезона проведено 101 совместное патрулирование вместе с подразделением ГИМС и членами межведомственной комиссии. В инспекции по маломерным судам составлен 161 протокол об административных правонарушениях. Проверена работа в отношении маловерных судов и использование их незаконно. 8 гидроциклов и 2 водных аттракциона изъято. Ликвидировано 6 мест незаконной деятельности по использованию маломерных судов. По завершению краевого совещания глава Анапы дает поручение службам провести ревизию всех точек проката. На каждую техническую зону заводим легальную, заводим наблюдательное дело. Кроме этого, запрашиваем по новой, у Салова, вот сейчас он выступал, последний, данные о всех арендаторах в границах города-курорта Анапа, водной акватории, которые получили право водопользования. Накладываем сюда, смотрим. Следующее. По всем проводим контрольные мероприятия. То есть, это все делаем сразу. А уже силы и средства определяйте, Владимир Ильич. Проводим контрольные мероприятия. По выявлению нелегалов. И направляем информацию по принадлежности. Здесь важно межведомственное взаимодействие, подчеркивает глава курорта. Если нелегальный бизнес не пугают штрафы, то в ход должны идти другие методы. Лишить нарушителя возможности работы можно, изъяв водный автопарк.